Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашим вниманием предлагается лекция «Технология управления развитием персонала». Лекцию читает кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и управления Шариф Шавырина Ирина Валерьевна. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы лекции. Управление развитием персонала, технология обучения работников организации, а также технология построения карьер. Прежде всего необходимо сказать, что развитие персонала является инструментом сохранения конкурентоспособности любого предприятия. И ведущие организации затрачивают на профессиональное обучение своих работников от 2 до 10% фонда оплаты труда. Причины инвестиций в развитие персонала следующие. Необходимость повышения деловой активности каждого сотрудника с целью выживания организации. Сохранение конкурентоспособности предприятия невозможно без новых технологий, а обучение работе с новой техникой невозможно без значительных инвестиций в развитие персонала. И следующие мероприятия по развитию персонала обеспечивают рост производительности труда, следовательно, их финансирование соответствует принципу экономической эффективности работы с персоналом и в целом организации. Развитие персонала организации в рамках концепции стратегического менеджмента персонала рассматривается как качественно новый подход в рамках управления человеческими ресурсами. Его сущность заключается в обобщении сведений о степени развития организации и персонала, о направлении работы с персоналом в соответствии со стратегией фирмы, а также в том, как должен развиваться персонал, чтобы выполнять задачи организации в будущем. Согласно точке зрения Харрисона, стратегическое развитие человеческих ресурсов представляет собой развитие, происходящее от четкого представления о способностях и потенциале людей, которое работает в стратегической структуре бизнеса в целом. Армстронг подчеркивает важность создания такой среды, в которой поощряется стремление сотрудников к обучению и развитию. Основное внимание должно уделяться созданию условий, при которых знания систематически развиваются и направляются. По мнению КИПа, создание условий, в которых сможет реализоваться скрытый потенциал сотрудников и их приверженность делу организации, является одной из первостепеннейших задач управления человеческими ресурсами. Таким образом, в целом, развитие персонала можно определить как процесс подготовки персонала к выполнению новых производственных функций, замещению новых должностей, решению качественно новых задач. В структуре развития персонала ХИЛП выделяет несколько уровней – индивидуальный, групповой и организационный. В соответствии с данными уровнями можно выделить задачи, которые реализуются в ходе реализации каждого из этих уровней. Итак, на индивидуальном уровне развития персонала работники всех уровней развиваются, чтобы стать в компании партнерами или предпринимателями, которые ведут себя так, словно эта компания является их собственностью. Задача – идентификация индивидуума с организацией. На групповом уровне вместо команды звезд во всех сферах организации развиваются звездные команды, основанные на принципах гуманизма. В данном случае задачей является коллективная работа на благо каждого сотрудника и группы в целом. Организационный уровень. В данном случае компания развивается, чтобы превратиться в организацию, которая постоянно учится и умеет вырабатывать свое видение нового состояния компаний и внешней среды. Основными элементами развития персонала являются обучение персонала и управление карьерой. Некоторые исследователи рассматривают проблему развития персонала в рамках психологии и производственной педагогики. В качестве элементов выделяют еще профессиональную компетентность и социальные способности. Профессиональная компетентность – это профессиональные знания, использование вспомогательных средств и инструментов, общее планирование, знание стандартов качества, наличие аналитического мышления, предпринимательское мышление и темп работы. Социальные способности – это уверенность в себе, самомотивация, самоменеджмент, вступление в контакт с группой, эмпатия, наличие лидерских качеств и способностей, качественное развитие сознания, настроенность на результат и так далее. Обучение является лишь одним из аспектов развития, поскольку развивать сотрудников можно не только путем обучения, но и посредством делегирования полномочий, дизайна работы, предоставления возможности принимать решения, постановки интересных и сложных задач, которые непосредственно в своей работе должны решать персонал организации. Ключевым моментом в управлении развитием является определение потребностей организации в данной области. Здесь речь идет о выявлении несоответствия между теми профессиональными знаниями и навыками, которым должен владеть персонал организации для реализации ее целей, и теми, которыми он обладает в действительности. Определение потребностей в развитии отдельного сотрудника требует совместных усилий отдела по развитию персонала, самого сотрудника и его непосредственного руководителя. Каждая из сторон привносит свое видение в этот вопрос, определяемое ее положением в организации и ролью в процессе профессионального развития. Развитие персонала организации должно учитывать индивидуальное и социальное развитие, а также способность его к карьерному росту. Таким образом, развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования любой организации, так как оно содействует объединению стратегических целей организации и персональных целей каждого сотрудника. Обучение персонала – это один из элементов профессионального развития сотрудников, процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков и знаний сотрудникам организации. Форсив определяет обучение как систематический процесс целенаправленного изменения знаний, рабочих навыков, мотивации, поведения и сознания работников. Система развития персонала рассматривает организацию прежде всего как самообучающуюся среду. Необходимо заметить, что еще в конце 70-х годов XX века Питерс и Уоттерман одними из первых сформулировали идею о том, что лучшие компании – это обучающиеся компании. Отличительной чертой обучающейся организации является то, что она не только получает новые знания, но и изучает сам процесс их получения и дает возможность своим сотрудникам практически реализовать эти знания. Ключевая идея концепции состоит в том, что эффективность деятельности предприятия зависит не только от накопления и использования уже найденных решений, сколько от развития собственных навыков, решения вопросов, от способности персонала организации обучаться на собственном опыте. Основными факторами, определяющими необходимость и значимость обучения персонала, являются обучение способствует повышению уровня трудовой мотивации, приверженности персонала своей организации и его включенности в ее дела, созданию благоприятного климата в организации. Обучение играет значительную роль в повышении ценности человеческих ресурсов. Повышение квалификации работника дают ему дополнительные возможности профессионального роста как внутри, так и вне организации, делая его более конкурентоспособным на рынке труда. Несмотря на все преимущества процесса непрерывного обучения, специалисты, тем не менее, отмечают существование определенного разрыва между тем, как оно должно происходить, и его реализацией на практике, между правильными и неправильными циклами обучения. Для того, чтобы обучение было эффективным, его основы должны составлять определенные принципы. Повышение эффективности труда работников, повышается производительность труда, улучшается его качество, работа выполняется вовремя. Облегчение, ослабление контроля решаются проблемы опозданий, прогулов и т.п. Совершенствование методов найма и отбора персонала возможности обучения привлекают нужных людей. Сокращение текучести рабочей силы, повышается степень удовлетворенности работников своей работой. Снижение затрат, обусловленные перечисленными преимуществами. И более полное удовлетворение потребностей клиентов, достигаемое путем улучшения качества работы. Для того, чтобы обучение было эффективным, его основу должны составлять следующие принципы, представленные на слайде. К данным принципам относятся принципы обратной связи, принцип практической обработки получаемых знаний и навыков, переноса приобретенных знаний и навыков в рабочие условия, востребованность результатов обучения, формирование и поддержание высокой мотивации к обучению, учета исходного уровня знаний обучающихся. Таким образом, цели обучения могут варьироваться в зависимости от потребностей организации, от финансового положения предприятия, демографических или квалификационных характеристик самого персонала, а также содержания профессиональной деятельности служащих. С точки зрения наемного работника, целями профессионального обучения могут быть поддержание на соответствующем уровне и повышение профессиональной квалификации, приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной деятельности, приобретение профессиональных знаний о поставщиках и потребителях продукции, банках и других организациях, влияющих на работу фирмы, развитие способностей в области планирования и организации производства. Более того, с позиции работодателя, организация и формирование персонала управления, овладение умениями определять, понимать и решать проблемы, Воспроизводство персонала, интеграция персонала и адаптация персонала. Задачи обучения персонала предполагают совершенствование имеющихся и освоение новых навыков, более сложных работ, освоение новой техники и технологии, изучение наиболее рациональных приемов на основе опыта передовых производств, достижение качественных показателей, освоение новых методов и приемов труда и его организации. Таким образом, предметом обучения могут быть знания, умения, способы общения или поведения. Традиционно в системе управления развитием персонала выделяют три вида обучения. Подготовка. Подготовка представляет собой планомерное и организованное обучение, выпуск квалификационных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов общения. Повышение квалификации. Это обучение работников с целью совершенствования знаний, умений, навыков, способов общения в связи с ростом требований к профессии или к занимаемой должности. И переподготовка. Это освоение новых знаний, умений, навыков и способов общения в связи с обладением новой профессией или изменяющимися требованиями к содержанию и результатам труда. Способы обучения персонала разделяются на две большие группы. Первая группа – это обучение на рабочем месте. Вторая группа – это обучение вне рабочего места. Среди методов обучения на рабочем месте традиционно выделяют инструктаж, который представляет собой разъяснение и демонстрацию приемов работы, смена рабочего места, а именно ротация кадров, которая позволяет расширить опыт работника путем планомерного перемещения его с одной работы на другое, с одной должности на другую. Наставничество, которое представляет собой то, что специально отобранные и подготовленные сотрудники дают указания и советы, помогают прикрепленным к ним работникам развиваться в своей профессии. Метод усложняющихся заданий, метод делегирования части функций и ответственности, а также подготовка в проектных группах, создаваемых для решения определенных задач. Основными преимуществами обучения на рабочем месте являются меньшая стоимость, большая приспособленность содержания и времени обучения к потребностям организации, включение в процесс непрерывного обучения значительного числа работников, ну и большие возможности для индивидуальной подготовки. Более того, обучение на рабочем месте имеет ряд существенных недостатков, которые заключаются в возрастании нагрузки на руководителей и специалистов, которые участвуют в процессе обучения персонала, возможная недостаточная методическая подготовка, отсутствие опыта и авторитета у обучающихся или узкопрофессиональная направленность обучения. Обучение вне рабочего места представляет собой обучение в учебных центрах компаний или учебных заведениях вне ее. Основными методами обучения вне рабочего места является лекция, которая представляет собой пассивный метод обучения, позволяющий изложить большой объем материала, конференции и семинары, которые предполагают уже обсуждение проблем и обмен опытом, ситуационный анализ или кейсы, которые предполагают анализ и групповое обсуждение конкретных ситуаций, которые могут быть представлены в виде описания или видеофильма. Групповая дискуссия является достаточно продуктивным методом, так как позволяет активизировать обучающихся посредством постановки перед ними определенного проблемного вопроса или группы вопросов по теме. Основной задачей здесь является эффективное усвоение материала и обмен опыта между обучающимися. Деловые игры. Деловые игры представляют собой обыгрывание группой обучающихся реальной бизнес-ситуации, которая может включать в себя количественные и качественные расчеты, а также анализ данной ситуации. Ролевые игры. Это разыгрывание конкретной ситуации, в которой участники принимают на себя определенные роли. Ролевые игры. Самостоятельное обучение, в рамках которого обучаемый самостоятельно изучает материал и пытается его воспроизвести при определенной работе. Дистанционное обучение и тренинг. Карьера. Результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом. Мы в данном случае встречаем две дефиниции. Должностной рост и профессиональный рост. Под должностным ростом мы понимаем изменение должностного статуса человека, его социальной роли, степени и пространства должностного авторитета. Профессиональный рост – это несколько иное. Рост профессиональных знаний, умений и навыков, признание профессиональным сообществом результатов своего труда, авторитета в конкретном виде профессиональной деятельности. Деловая карьера – поступательное продвижение личности, связанное с ростом профессиональных навыков, статуса, социальной роли и размера вознаграждения. Обратимся к рассмотрению видов и типов карьеры. Выделяют внутреннеорганизационную карьеру и межорганизационную карьеру. Внутриорганизационная карьера предполагает прохождение всех ступеней карьерного роста, а именно обучение, поступление на работу, профессиональный рост, поддержка и развитие индивидуальных способностей, уход на пенсию в рамках определенной организации. Межорганизационная карьера предполагает, что работник проходит все ступени карьерного роста в разных организациях. Выделяют специализированную и не специализированную карьеру. Так, специализированная карьера представляет собой то, что работник различные этапы своей профессиональной деятельности проходит в рамках одной профессии. При этом организация может оставаться одной и той же, может меняться. Неспециализированная карьера представляет собой то, что разные этапы своего профессионального пути работник проходит в качестве специалиста, владеющего разными профессиями или специальностями. Организация при этом может как меняться, так и оставаться той же. Выделяет ступенчатую карьеру и скрытую карьеру. Ступенчатая карьера представляет собой вид карьеры, совмещающий элементы вертикальной и горизонтальной карьеры. Встречается довольно часто и может принимать как внутриорганизационные, так и межорганизационные формы. Скрытая карьера – это вид карьеры, наименее очевидный для окружающих, предполагающий движение к ядру, к руководству организации. Скрытая карьера доступна ограниченному кругу работников, как правило, имеющих обширные деловые связи вне организации. Модели деловой карьеры представляют собой определенные виды и типы, которые сформулированы в виде моделей, которые подходят под различными основаниями к карьерному росту. Итак, среди моделей карьеры выделяют трамплин. В данном случае подъем по служебной лестнице происходит, когда занимают более высокие и лучшие оплачиваемые должности. На определенном этапе работник занимает высшую для него должность и старается удержаться в ней в течение длительного времени. А потом прыжок с трамплина и происходит уход на пенсию. Модель лестницы представляет собой что? Каждая ступень служебной лестницы представляет определенную должность, которую работник занимает в определенное время. С ростом квалификации, творческого потенциала и производственного опыта руководитель или специалист поднимается по служебной лестнице. В верхней ступени он достигает в период максимального потенциала и после этого начинается планомерный спуск по служебной лестнице с выполнением менее интенсивной работы. Модель змея предусматривает горизонтальное перемещение работника с одной должности на другую путем назначения с занятием каждое непродолжительное время, а потом занимает более высокую должность на более высоком уровне. Главное преимущество этой модели – возможность изучить все функции деятельности и управления, что пригодится на вышестоящей должности. Модель перепутья – это когда после определенного периода работы проходит аттестация, которая представляет собой комплексную оценку персонала, по результатам которой происходит либо повышение работника в должности, либо перемещение на замещение другой должности в рамках данной организации. Потребности человека на этапе карьерного роста представлены на слайде. Потребности человека сформулированы таким образом, что предлагаются определенные этапы карьеры, предлагается определенный возраст, который соответствует данному этапу карьеру, предлагается краткая характеристика и особенности мотивации работника на каждом из этапов данной карьеры. Планирование и контроль деловой карьеры заключается в том, что с момента принятия работника в организацию и до предполагаемого увольнения с работы необходимо организовать планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение работников по системе должностей и рабочих мест. Планирование карьеры представляет собой одно из направлений работы в организации, ориентированное на определенные стратегии и этапы развития и продвижения специалистов. Продвижение по службе определяется не только личностными качествами работников, которые могут быть выражены такими показателями, как образование, квалификация, отношение к работе, система внутренних мотиваций, но и объективными. К объективным мы относим высшая точка карьеры – это высший пост, существующий в конкретной рассматриваемой организации. Длина карьеры – это количество позиций на пути от первой позиции, занимаемой индивидуумом в организации, до высшей точки. Показатель уровня позиции – это отношение числа лиц, занятых на следующем иерархическом уровне, к числу лиц, занятых на том иерархическом уровне, где находится индивид в данный момент своей карьеры. Показатель потенциальной мобильности – отношение в некотором определенный период времени числа вакансий на следующем иерархическом уровне, к числу лиц, занятых на том иерархическом уровне, где находится индивидуум. Основные мероприятия по планированию карьеры отличаются в зависимости от субъекта планирования. Если субъектом планирования является сотрудник, то к мероприятиям по планированию карьеры можно отнести первичную ориентацию и выбор профессии, выбор организации и должности, ориентацию в организации, оценка перспектив и проектирование роста, а также реализацию роста. Если субъектом планирования является менеджер по персоналу, то к мероприятиям по развитию персонала и планированию карьеры можно отнести оценка при приеме на работу, определение на рабочее место, оценка труда и потенциала сотрудников, отбор в резерв, дополнительная подготовка, программы работы с резервом, продвижение и новый цикл планирования. И если субъектом планирования является непосредственный руководитель, то к мероприятиям можно отнести оценку результатов труда, оценку мотивации, организация профессионального развития, предложение по стимулированию, а также предложение по росту. Итак, в данной лекции мы рассмотрели с вами управление технологиями развития персонала, коим относятся сами технологии развития персонала, обучение персонала и планирование карьеры. Спасибо за внимание. Продолжение следует...